Всем привет, друзья! Меня зовут Давид, и вы находитесь на YouTube-канале ArtStyle. Так получилось, что я тестирую огромное количество телефонов, без привлечения сотни. Я решил снять ролик, в котором рассказать, какой же идеальный смартфон для меня. Собрать все самое лучшее, что я где бы то ни видел в любых смартфонах, и создать из них один. Начнем по порядку. Материалы корпуса. Мне, честно говоря, металл особо не нужен, но я бы хотел в своем смартфоне металлическую раму. Притом не простую, а с нано-покрытием. Например, мне очень понравилось, как это реализовано в смартфоне LG V10. Там рама из металлической стали, притом металл высокого качества, из которого делают хирургические инструменты. И рама, она реально классная. А вот заднюю спинку я специально не поленился и взял старенький смартфон. Вот это Kevlar. Это чуть ли не единственный смартфон в мире от компании Motorola, Razer Eye, у которого кевларовая крышка. Ну, кто не знает, Kevlar это материал, из которого делают бронежилеты. То есть мне не нужен полностью металлический смартфон. А металлическая, классная, с нано-покрытием, окантовка, которая не падает, и кевларовая крышка. Что касается экрана, я лично обожаю Super AMOLED дисплеи. Мне они действительно нравятся. Там отличный черный цвет, отличная, пусть и очень яркая цветопередача. Поэтому я бы был доволен, если бы у меня был AMOLED-экран. Кроме того, он меньше потребляет реально энергии. И разрешение, и диагональ экрана. Мне все-таки под большие руки, мне 5,5 дюймов экран с не очень большими рамочками, а лучше как можно минимальные, чтобы они были, вполне было бы достаточно. Разрешение, мне не нужно 2К экран, мне не нужен 2К экран. Мне было бы достаточно нормального Full HD. Этого было бы достаточно для 5,5 дюймов. С материалами разобрались, с экраном разобрались. Операционная система. Ну, мои подписчики не удивятся. Разумеется, это будет Android, в данном случае 6. Обзор этот снимается в июле 2016 года. В 6 очень сильно поправили автономность. Он быстрый, он классный. Есть все, что мне нужно. Единственное, он не совсем, он не должен быть голым. Должны быть разные фишечки. Ну, не голым, а, как его Google называется, эталонный Android. Должна быть блокировка, разблокировка двойным тапом. Желательно управление жестами. Всякие мелочи, которые могут здорово облегчить нам жизнь. Кстати, вот насчет, как Samsung делает боковины. Они лично, это прикольно, но мне они, в принципе, особо не нужны. Это красиво, как на Edge. Но так, я бы не сказал, что это прям нужно мне. Меня бы устроил обычный. Возможно, 2,5D экран было бы интереснее. Что касается железа, мускулов телефона. То тут мне бы хватило Snapdragon 810 за глаза даже в середине 2016 года. Либо, как вариант, Helio X10, который мне тоже очень нравится. Но, выбирая между ними, я бы все-таки отдал предпочтение, конечно, 810. Обратите внимание, я не говорю про 820. Мне он, в принципе, не нужен. 810 вполне себе хорош. Главное, чтобы не грелся. По камерам. Вот для меня эталонные камеры все-таки делают две компании. Сколько я не тестировал разных смартфонов, лучшие для меня, это все-таки LG и Samsung. Я сам владел LG G4 чуть ли не год, месяцев 9 или 10. И все-таки фотографии там получаются классными. Samsung Galaxy S6 Edge Plus с таким длинным названием также снимает выдающиеся просто фотографии. Есть огромное количество смартфонов, которые также фотографируют хорошо. И Sony, и iPhone, и HTC последние. Да практически все. Но все-таки этих двух я бы выделил. Поэтому я бы хотел такую камеру. Вот именно как в LG и как в Samsung. Что еще? По батарее. А вот по батарее меньше, чем на 5000 мА, даже жертвуя весом телефона, я не согласен. 5000, может быть даже больше. Этого мне было бы достаточно. Камер, да в принципе, мне бы хватило одной. Не важно сколько там мегапикселей. Толовой 8, 13 или так далее. На всякий случай отмечаю. Что еще? Важно. FM-радиоприемник, конечно, должен быть. Никаких компромиссов в виде бредового интернет-радио. Нафиг оно нужно? Обычный радио-FM-приемник, положите два. Нет, конечно же, один. NFC-модуль, 4G, Wi-Fi, Bluetooth, хороший GPS, поддержка GLONASS, конечно же, мне также нужен. Вес? Ну, конечно, хотелось бы 160 грамм плюс-минус. Это было бы идеально, если умудриться сделать с таким аккумулятором. Звук. Вот качество звучания в наушниках для меня, опять же, лидеров несколько. Это HTC, это LG, это, конечно же, Meizu звучит классно. И кто еще? LG, HTC. Ну, вот такая основная для меня. Вот мне бы хотелось, чтобы в наушниках звучало как-то на них похоже. Динамики тут однозначно, как у HTC. Два фронтальных. Не как они сделали в десятке, один сбоку. А именно, два фронтальных, качественных динамика, что мы видели на HTC One. M7, M8, M9, неважно. В M7 и M9, M8, кстати, звучат лучше. И сканер отпечатка. Ну, не сказать, что он мне прям сильно нужен, но, наверное, пусть он будет. Мне больше нравится, как на Android-устройствах на тыльной стороне. Потому что разблокировать мне так лично удобнее. Наверное, это все. Постарался рассказать вам, собрать образ идеального для меня смартфона. Ну и по цене. Конечно, нас научили такие компании, как Xiaomi, конечно, в первую очередь. Meizu, Li TV. Да и огромное количество других китайских телефонов. Но основной вот эта тройка, наверное. Что за 200 долларов, а то и даже меньше, можно купить смартфон, который будет очень сильно похож на флагман. И будет флагманом фактически, без кавычек. Поэтому мне бы хотелось, чтобы все это чудо, что я назвал, ну, максимум долларов 350-400 стоил бы. Ладно, на этом тогда все. Обязательно напишите, а какой телефон наиболее для вас похож на телефон вашей мечты. Или какой бы телефон вы хотели для себя. Понравился обзор? Ставьте лайк. Делитесь этим видео с друзьями. Подписывайтесь на канал. Не забывайте, есть группы ВКонтакте, есть группы Facebook, Instagram и сайт. Ссылки под этим видео. Счастливо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok